итак что будем делать сегодня сегодня мы начнем ложить наш фронтон если честно я еще ни разу не ложил такие крыши и такие фронтоны но я понимаю сейчас мы по центру выставим высокую мачту на которую привяжем две веревки и прикрутим их по краям вот мачта у нас будет высотой где-то примерно 5 метров но для начала нам надо определиться куда у нас придут наши стропила надо так сделать чтобы к нашему краю карниза пришла прямо так вот стык в стык контур обрешетка которая будет прибиваться на стропилу вот сейчас мы сделаем такую небольшую модель макет того как это будет выглядеть отмеряем куда нужно натягивать нитки и потом начнем ложить наши фронтоны погнали вот это сегодня будет жаркий денек да уже плюс 28 на градуснике так что уже просто можно было здесь бассейн стоять и не дома сейчас мы убираем вдоль нашей стены будем готовиться выставлять мачту фронтона ну что мадам ты видишь смотри какая у меня сегодня шляпа внутри шляпа по-французски все да я нашла карандаш я нашла рулетку я нашла угол я молодец да стропила по-французски будет шеврон они обычно у нас размером 63 на 75 вообще все элементы досок на крыши они имеют свои названия и свои размеры практически во всех магазинах эти размеры одинаковые такой у нас смешной как он называется верстачок верстачок мне кажется это подлатать нет да пойдет сейчас я сделаю свет потому что я главный осветитель это у нас будет импровизированный кусочек мурлата здесь сейчас сделаем два маленьких кусочек стропила и потом еще нам надо будет сделать кусочек контр-брешетки сколько кусочков точно не знаю как это делают настоящие крышники профессионалы наверное они уже знают все размеры они просто отмерили гвозди забили нитки натянули и погнали ложить а так как мы первый раз сталкиваемся с таким то мы будем так сказать импровизировать сделаем небольшие макеты 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 я думаю что мы сегодня больше чем поставить мачку ничего не сделаем я думаю что это было классно мы сегодня поставили нет просто я намеревалась еще положить три ряда блоков ты же видел я взяла пилу я взяла тележку я все взяла я собиралась сегодня почти пол крыши положить я не стал тебя останавливать ты когда видел что я положила пилу ты понял наверное я это зря делаю смотри ровно а где должна быть ровно вот так дырка должна вот четко ровно ну давай покажи свой шедевр чем-то напоминает макет крыши в магазине ну вроде счет 45 градусов классно и что нам с этим делать ну и все теперь мы такую штуку сейчас сделаем с той стороны и мы знаем что нитку надо прикручивать вот сюда вот сюда сюда и наверх и получается кирпич он пойдет по нитке вот здесь ну да и получается что у нас потом вот этот так сказать стропила вот это ляжет четко по углам этих кирпичей но мы там может еще подольем вот и на это подлитая но как раз и ляжет вот что-то мне кажется что французы такими занимаются за ну потому что у них наверно тот что делает крышу он уже кучу сделал и он знает на какое расстояние что ставить а ты думаешь они вот так выпиливают вот эти вот не ну что-то они конечно пиливают их традиционной крыши ничего не такое выпиливают они до сих пор многие делают крыши там где даже используют вместо шурупов линия деревянные всякие колышки я посмотрела какую-то передачу там рассказывалось при человека который построил дом и он не использовал ни единого гвоздя ну вот сейчас не это не сто лет назад а вот сегодня скажем ни одного гвоздя все получается он был деревянный и все получается все соединения были при помощи деревянных вот этих вот они называются гвоздей до деревянных гвоздей офигеть вот это жарко ныла о том что было холодно теперь мне жарко слушай я хотела спросить а мы с тобой будем делать какую крышу французы французы эту крышу называют традиционная типа традиционная традиционная это типа когда вдоль всей длины крыши идут балки которые называются пан вот они таких больших размеров где-то 250 на 75 4 дай вот ну и получается идет типа мурлат он называется саблиер потом идут эти пан пан и вот та которая на попа стоит там наверху тоже как называется вот и потом на эти толстые балки набиваются мы их называем стропила и они называют шевроны набиваются шевроны шах шеврона где-то 50 сантиметров то есть вот такая доска 63 на 75 набивается каждые 50 сантиметров потом набивается пленка контр обрешетка и следом набивается называют лито лито это это типа обрешетка на которую потом уже ложится черепица вот и черепицу желательно выбирать размером побольше потому что чем мельче у нас черепица тем больше вот этих лито надо они тоже там что-то стоят около двух-трех евро за штуку вот так вот а та крыша которая не традиционная не называют вроде индустрии или что-то типа того это когда тебе на дом привозят уже готовые фермы готовые треугольники которые просто кран расставляет вы их прикручиваете и все но говорят да французы говорят что это традиционная крыша на лучше ну что-то не да больше любят традиционно но делают больше теперь с фермами ну с первым потому что легче строительной компании когда делать привозят сразу и вставят получается что накрутили это конечно дольше ну по как закручиваем шуруп на которой будем потом привязывать нитку вокруг шуруп обвязываю да пару раз сделаю пару мотков теперь мне надо закрутить это там на градуснике на магазине написано 45 градусов какая у тебя штука стены торчит нифига себе отрежем вот так ну давай 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 уже опа так давай шайбу что то мы нашу мачту поднять подняли а то что веревочки спереди свисать не подумали ну и что получилось ну получилось подумал придется снимать ее нет просто солнце в общем вот такая вот история вот такую мачту мы сегодня поставили завтра ниточки мы натянем и начнем ложить дальше да дальше будет проще потому что же уже все готово бери клади бери клади бери клади здорово я думала будет сложнее все всем пока до новых встреч ставим лайки пока пока чоу 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 это выставка вот и дочь вот и как бы ты перевели перевела вообще как это место можно назвать вот эти дьяблю это как будто укрытие да какая-то там где кроется дьявол да там есть дьявол на самом деле в общем короче вы делали эту выставку которая посвящена вот этому парку здорово так все пошли работать как будто и